В нашей исторической традиции принято говорить культура нового времени. Петровская эпоха открывает новую полосу в нашей истории. И вот культура нового времени. Чем она отличалась от культуры Средневековья, от культуры Древней Руси? Ну, прежде всего, она отличалась тем, что это была культура авторская. То есть произведения культуры подписывались мастерами, которые их создали. Средневековье как раз не любило, когда творец какого-то произведения оставлял свое имя. Это считалось гордыней. Гордыня – это один из самых страшных грехов. Кроме того, существует светская культура при Петре. Новая культура – это светскость. То есть раньше культура вся практически была под контролем церкви, развивалась в рамках церковных традиций. Теперь уже есть светская культура. Ну и, конечно, разница в темпах культурного развития. Новая петровская культура, культура XVIII века, она очень динамична. Она быстро меняется, быстро появляются новые стили, появляются новые явления. В то время как средневековая культура была очень консервативна. Она стояла прежде всего на традиции, на том, чтобы сохранять какую-то определенную традицию. Здесь же, наоборот, динамика преобладает. Развитие – это бесконечное движение. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Есть еще некоторые интересные особенности именно культуры Петровского времени, Нового времени, XVIII века. Какие особенности? Ну, появляется, скажем, прежде невидимое понятие «наука». Известно, что Петр был большой любитель, почитатель всех наук. И когда он ездил за рубеж, то он посещал выдающихся ученых, он осматривал музеи. Он создал в Петербурге знаменитую кунсткамеру, где именно с точки зрения научного интереса представлены разные диковины. Но, конечно, дело не только в кунсткамере. Дело в том, что Петр создал Академию наук. В 1724 году появилась Академия наук, которая была создана по инициативе Петра Великого. И Петр, не жалея денег, приглашал иностранных ученых. Все наши первые академики, профессора – это все иностранцы. Это в основном немцы, иногда итальянцы. А кроме того, надо было готовить своих русских, конечно. И вот, приглашая иностранных ученых, Петр давал им хорошие оклады, давал им хорошие перспективы. Но говорил, что вы должны учить наших русских молодых людей своей науке. То есть Академия наук задумана была не только как центр научных исследований, но как центр научного и вообще культурного образования. Здесь было очень много проблем, но проблемы эти решались. И, конечно, вот пример того, как все-таки стремление познать науку преодолевает все трудности, была судьба нашего знаменитого Михаила Васильевича Ломоносова. Наша национальная гордость. Ломоносов, как Пушкин говорил, он не только создал университет, он сам был нашим первым университетом. Действительно удивительная история о том, как сын рыбака своими собственными способностями, своим энтузиазмом сумел преодолевать тысячу проблем. В конце концов, он получил европейское образование, учился в немецких университетах. И, вернувшись в Россию, стал подлинным создателем российской науки. Ломоносов во многих областях проявил свои дарования. Он был и астроном, он был и химик, он писал трактаты по риторике. То есть поражает фантастическая разносторонность этого человека. Одна из самых продуктивных идей Ломоносова состояла в том, чтобы открыть университет, но университет не в Петербурге, потому что там был академический университет, он формально существовал, но реально он как бы таким мерцающим был. Там придут два-три человека, чего-то такое поучат их, они уходят. А нужен был постоянно действующий университет. И Ломоносов сказал, что должен быть университет в Москве, потому что Москва – это исторический центр. Здесь постоянный поток свежих людей из глубины России. В Петербург далеко не каждый поедет. Петербург – это бюрократическая столица России. Дальше у Ломоносова была твердая мысль о том, что представители всех сословий должны учиться, что это не должен быть элитарный университет. Ну, кроме, конечно, крепостных крестьян, о них просто невозможно было тогда вести речь. Ну и так далее. Три факультета предлагает Ломоносов – физический, медицинский и юридический. Проект великолепный. В основе лежат, конечно, немецкие университеты, которые Ломоносов хорошо знал. Елизавета сказала – хорошо. Подписала указ об основании Московского университета. И вот таким образом появился сначала с большим трудом, надо было здание, надо были деньги для бюджета университетского. Но, тем не менее, проблемы были решены, и наш университет начал свой долгий исторический путь. Среди деятелей русской культуры второй половины 18-го столетия особое место занимает Николай Иванович Новиков. Это был замечательный русский просветитель. Кто он был? Он был прежде всего книгоиздатель. Он арендовал типографию Московского университета. В течение 10 лет он работал над изданием лучших произведений русской литературы, а также переводных произведений европейской классики. Он создал сеть книжных магазинов по всей России. Он был человеком, который действительно всю свою жизнь посвятил распространению культуры, художественной культуры, литературы русской среди русского общества. Одним из ярких проявлений новой культуры была любовь к путешествиям, который отмечен особенно вторая половина 18-го века. Наши русские люди отправляются за границу. Отправляются не так, как при Петре, когда нужно было освоить какую-то профессию, а отправляются набраться, так сказать, ума-разума, посмотреть, как живут люди там, сравнить, подумать. Появляются такие замечательные рассказы о путешествиях, как, например, Грамзин, письма русского путешественника. И вот это вот образование через путешествия становится очень важной частью русской культуры, потому что у нас действительно не хватало системы начального образования и среднего. И в этом отношении поездки за рубеж, они были очень полезны для общего развития нашей русской, особенно молодежи. В 1762 году был издан знаменитый манифест о вольности дворянской. Издан, между прочим, Петром III, который, говорят, не вполне понимал, что он подписывает. Ему дали бумагу подписать, чтобы отвязались, он подписал ее и пошел заниматься там своими солдатиками. Но на самом деле манифест о вольности дворянской освобождал дворян от обязательной службы. Это значило, что они могли заниматься чем угодно. Могли сидеть у себя в усадьбе, могли ехать за границу, могли заняться наукой, а могли ничего не делать, если средства позволяли. И вот появляется такой очень любопытный феномен нашей культуры 18 века, как усадебная культура. То есть те дворяне, которые имели хороший доход, которые хотели не просто жить в чем попало, а жить в каких-то особых условиях, они заказывали для себя усадебные комплексы. Усадебные комплексы – это значит, что туда входил и дом, и флигель, и парк, и ручей, и пруд. И основная идея вот этой усадебной культуры состояла в гармонии. В гармонии между человеком и природой, между человеком и другими обитателями этой усадьбы. И вот это идеальное состояние, которого невозможно было достичь в окружающем мире. Окружающий мир был тяжелым, жестоким, крепостническим, это все понимали. Но вот создать себе маленькую такую микромир, в котором все прекрасно – вот эта вот идея, которая увлекла многих состоятельных дворян того времени. И над этим работали и скульпторы, и архитекторы, потому что это действительно был комплекс усадьбы, как целый мир. Но вот эти вот представления об культуре 18 века, конечно, мы должны конкретизировать, назвав прежде всего выдающиеся произведения архитектуры, живописи, литературы, поскольку мы уже привыкли культуру мерить вот именно по этим параметрам, как его наиболее доказательным. Архитектура вообще наиболее ярко выражает дух, так сказать, времени. И архитектура всегда связана с заказчиком, естественно. Поэтому в нашей русской архитектуре мы видим несколько периодов, связанных с разными правителями. Сначала идет Петровская эпоха. Петровская эпоха очень такая прагматичная, деловитая стиль Петровской барокко, или еще его называют голландским барокко. Оно очень лаконичное, очень строгое. В этом же стиле работал любимый архитектор Петра Великого Доминика Трезини, построивший основные здания Петербурга, собор Петропавловской крепости, здание 12 коллегий. В Москве в это же время работал архитектор Иван Зарудный. Он построил любопытнейшее здание, так называемое Меншиково башня. Эта Меншиково башня представляет собой смешение двух разных стилей – Нарышкинского барокко и Европейского барокко уже 18-го столетия. Это здание считалось одним из самых красивых в Москве. Позднее работает в Москве Дмитрий Ухтомский, знаменитый мастер барокко, который создал колокольню Троиц Сергиевой Лавры, считавшуюся самой красивой колокольней в России. В Петербурге в Елизаветинское время наиболее популярным, наиболее уважаемым архитектором был, конечно, Растрелли. Варфоломей Варфоломейч Растрелли, Зимний дворец, Смольный монастырь, Екатерининский дворец в Царском селе. Ну и когда приходит время Екатерины, Екатерининское время – это Ринальди, это уже классицизм. Екатерина стремилась во всем навести порядок. Она любила порядок, аккуратность. И вот стиль классицизма, построенный как раз на закономерностях архитектурных форм, их развития, был ей очень по душе. Поэтому вместо Елизаветинского барокко в последний третий XVIII века приходит уже Екатерининский ранний классицизм. Вот таким образом развивалась архитектура. Разумеется, и живопись не стояла на месте. В живописи времен Петра Великого мы видим имена трех замечательных художников. Это Никитин, это Матвеев и Вишняков. В основном это портретная живопись. Это портретная живопись, которая дает нам представление тоже о духовном мире людей того времени. Позднее мы видим, как во второй половине XVIII века появляются вообще великие художники, такие как Федор Рокотов, Федор Степанович. Портрет Струйской – это шедевр русской живописи XVIII столетия. То же самое два замечательных портретиста – Левицкий и Боровиковский, работавшие уже при Екатерине. Екатерининский классицизм в Москве представлен был работами Казакова и Баженова. В основном работали, конечно, они здесь, в Москве, и создавали такие потрясающие шедевры, как Дом Пашкова, самый красивый особняк Москвы. Построен был по проекту Баженова, так, во всяком случае, думает большинство исследователей. Ну, если говорить о литературе, вообще о словесности, то и здесь, особенно в последней третье XVIII века, мы видим блестящие имена, такие, как Фон Визин, такие, как Державин. Это показывает нам, что европейская культура и культура России, они уже близко сходятся. И у нас есть великие деятели, скажем так, литературы, искусства, которые по своему таланту вполне сопоставимы с европейскими художниками, архитекторами этого времени. Говоря о значении русской культуры XVIII столетия, для последующего развития нельзя не сказать, что взлет, фантастический взлет нашей культуры в первой половине XIX века, золотой век русской культуры, он был подготовлен, он был подготовлен талантом деятелей конца XVIII века. И здесь мы наблюдаем развитие единой линии русской культуры, которая проходит через XVIII век. И набравшись, так сказать, сил, набравшись образов, набравшись творческого потенциала, уходит уже дальше в XIX век, и в XIX веке возникает феномен золотого века русской культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok